холушки амиго снова вы снова я и это 3 за это вот то что короче написано вот там на экране вот название игру значит в рубрику скинул кирилл он живого игра я конечно нажму play потому что уж где где а в этой игре поговорить то я успею игра симулятор ходьбы как называют и самые сами разработчики то есть цель игры это прийти в гору какой сочный лобстер здесь это просто омар и не знаю что главный герой медлит они берет его за клешни и не тащит к пиву домой значит цель игры это прийти куда-то а чего так в россии березы шумят чувстве да чувстве на гитаре похоже что-то заиграла чай без рукав запоется а чего белоскорные все нет это какая-то другая песня обознался то было подумать русского языка здесь нету да он и не нужен как и не нужная мебель в этом доме видимо значит а говорить в этой игре абсолютно нечего кроме как восхищаться графикой и и обалденный ага нарисована зиме хорошо вы знаете и танк артер тоже был хорошо нарисованы это не помешало разработчикам вложить в игру немножко смысла здесь нихрена здесь вот мы просто ходим я возможно даже музыку возможно даже музыку потом добавлю потому что гитара закончилась и мы здесь теперь наслаждаемся просто шумом ветра и теми звуками которые издают спаривающиеся муравьи надеюсь что не я не единственный кто эти звуки слышит вот значит плюс этот выпуск моих ваших ваших игр конечно же можно совместить с рубрикой про размышления потому что ну потому что я это идеально просто это просто подходит эта игра как ничто другое кстати во первых кстати сегодня час земли на час еще раз ты меня перебьешь и я высосу тебе глаз пацан значит а сегодня час земли в какое-то там время надо было выключить на час в доме свет и вообще электрические приборы и этим самым выполнить свой гражданский долг перед дикой природой и и прочими перед чем там для чего вообще выключать свет я не знаю но вот у меня родился вопрос я думал об этом думал уже не первый раз сейчас земли каким хреном я помогаю выключая свет скажем каким-нибудь не знаю редким дикообразом в лесу им то что какая природе к черту разница горелый свет моей гребаной квартире свет он понимаете он как бы не дает никаких вредных выхлопов в атмосферу или там еще что это знаете какая акция должна быть давайте день ездить на машинах ёпты но чтобы вот хоть раз воздух хоть раз в воздух в городе побывал воздух не пахнущий бензином вот проветрить так сказать день день без машины да вот а причем тут день без света то есть час час вонючий час всего лишь час и даже если с точки зрения энергетики что типа там то есть уменьшение потребления электричество она но не влияет на количество выработки вот стоит например где-нибудь да ну у нас по крайнее мере теплоэлектростанция до она вырабатывать электричество еще тепло но она вырабатывает определенное количество на работы штатном режиме все там не перегрузки не не нагрузки и вот скажем выключили все в час земли свет на час что от этого. А что, ТЭЦ на час отключат? Нет, она будет дальше работать, колбасит. Она будет вырабатывать электричество, но просто это электричество никто не будет потреблять. Это электричество лишнее, оно не будет заряжать какие-то батарейки там, а оно не будет откладываться про запас, ну, потому что, ну, в принципе, я думаю, что оно этого не может делать. Вот, как бы, в чём суть-то? Ну, выключил засвет, хорошо. Дальше что? А в игре есть чекпоинты, вот я очередной прошёл. Это круто. Игра даже пытается веселить нас музыкой время от времени, что мне очень нравится. Музыка тут ни к голове, ни к жопе, конечно, какая-то гитарка. За душу берёт и дождик, пошёл, красота. Ну, так вот, и переходим, собственно, к размышлениям. А я хотел их о канале, или о рубриках, которые на неё выходят. Слава богу, что Вова написал про эту игру, и мне не придётся теперь записывать её по отгонке. Я обожаю такие игры, потому что даже такой дерьмовый игрок, как я, а я игру... Ой, на джойстике можно играть. Ой, благодать-то какая! Вот. А я редкий дерьмовость игрок, потому что я не умею играть ни в шутеры, ни в стратегии, ни в что-либо ещё. Так вот, по поводу, значит, выхода размышлений, ну, о том, почему их нету, я думаю, что надо просто пересматривать, на самом деле, формат всего этого действия. Потому что, ну, не то, что оно изжило себя, неинтересно, мне кажется, оно и звучит, и мне его не очень интересно, иной раз просто не о чём там говорить. Поэтому я думаю, что в том числе и игротрёпы в будущем, это, короче, нужны стримы. Это всё формат стримов должен быть, как ни крути, вот. То, что выходило под названием размышлений или игротрёпа. То есть, чтобы напрямую, интерактивненько, всё это было бодро и весело. Но для того, чтобы были стримы, для того, чтобы были стримы, нужны на канале люди, да? Ну, как бы, я знаю людей, которые как с маниакальной одержимостью стримят свою доту, ещё какое-то дерьмо для двух человек каждый раз. А я, собственно, не хочу становиться в их ряды, поэтому на канале должно быть больше людей, для того, чтобы начались стримы. Ну, чтобы, очевидно, был какой-то зритель. Плюс я не знаю, как там, можно ли стримы монетизировать, вылезает ли в стримах реклама, что там, как там, я ничего не знаю об этом всём. Плюс не умею их делать исключительно в программном плане. Один раз запустил тестовый какой-то, погонял, но... Вы видели, что курица вошла в дом через стену? О, летний, летний туалет со всеми удобствами. Это кто делал эту игру? Неужто наши? Американцы никогда бы не догадались сделать такой классный дачный сыральник. Да и дом, если присмотреть на наш, больше похож, чем на их американское ранчо. С ранчо. Ой, может, курицу можно зафармить и взять первый левел? Пытаемся-ка прыгнуть и на голову. Нет, нихрена. Ну так вот, так что... Все эти, я думаю, что как и игротрёп, так и размышления будут до поры до времени заморожены, пока канал не наберёт. Ну, они, то есть, будут... Может и будут выходить, но редко, когда у меня с какой-нибудь темой совсем бомбанёт, и мне охота будет просто вылить очередные бёдра злости. А пока что... Просто... Просто не вижу их смысла делать в том виде, в каком они делались. Нужны стримы, нужны чаты. Всё там и подобное. Так что будем разбираться, будем ждать, будем верить. А в этой игре, тем не менее, сколько я уже... Минут... Минут, наверное, десять я иду, да. Капли по экрану ползают, как в Tomb Raider сейчас. Фпс стабильно сейчас 46.50, то есть игра не лагает. Ещё бы, а чему тут лагать, собственно? Тут ни одного спецэффекта, наверное, на всю игру нет. Но при этом можно приседать в игре. Зачем? И прыгать. Приседать и прыгать. Видимо, в игре есть аркада и экшен ещё, да? То есть, аркада и стелс, да, ведь приседать красно. А что это происходит с этой землёй? На этой навороченной графике с этой... Вау! Это же просто карта Гималаев. Смотрите, это горы. И тень босоногого мальчика. Нет, он не босоногого. В ботинках и в джинсах с низкой посадкой, как будто в штаны насравшие ходят. Да, графика, конечно, местами на камнях здесь плавает. Плавает очевидно. Наверное, моя видеокарта не очень хороша для этой суперигры. Или дрова мои не очень свежие, или я не знаю. Да. И эта игра вышла недавно, как я понял. Что пугает меня больше всего, что это ещё и новинка. Типа... Значит, про что вообще эта игра? Что хотел показать разработчик? Ничего, она глубокомысленная игра. Тут ходить, балдеть, философствовать. То есть, даже когда вышел убогий говномес Spintires, или Spintires, как правильно я так и не понял, кто-то говорит, а, кто-то говорит, вот так. Ну, про лесовоз, где в грязи, там машины барахтаются. Там и то у игры была какая-то идея. Идея показать, как-то сказать, физику грязи. Как можно грязь в игре делать. Вот прям правдоподобно, что она липнет, размазаться по колёсам. Ну, конечно, в бета-версии это всё было, а вот в релизовой уже нахрен грязь была просто как реально говно кусок. То есть, нихрена там никаких инноваций. Чем хочет всех удивить данный игровой проект? Я не знаю, мне кажется, они продают готовую территорию для ММО. То есть, покупаешь у них вот это права на эту игру, заселяешь её мобами, и начинается адский мободрочник. Ну, потому что, ну, реально, ну, чем эта игра красивее Итана Картера? Ну, там, правда, не было таких дорог через лес, но там... А здесь нету атмосферы. Не, ну, герой дышит, значит, воздух есть, но... Там-то хоть какая-то загадочность была. Скримеры, ещё что-то. Загадочки. А здесь нет вообще нихрена. Я знаю, я знаю, это недоделанный симулятор охоты. Вот, тут должна быть берданка и зайчики бегать, которых может подстреливать. Кстати, ладно, я пока делать нехер. Расскажу ещё, что там за... За замутка с PlayStation, потому что некоторые постоянно спрашивают. Ну, не постоянно, но бывает, что... Что? Да как? А почему мы не смотрим Bloodborne? Bloodborne мы не смотрим, к сожалению, потому что плойки нет. Купить её за то время, которое прошло между тем, как я принял это решение, и выходом игры. То есть, мало... То есть, время прошло мало. И, собственно, насчёт игр, что Bloodborne, это одна из тех двух игр, ради которых, собственно, и можно купить PlayStation, потому что... Кроме этого, из эксклюзивов я могу только ордер придумать, который все обосрали, потому что он очень короткий. Значит, ну, первая Bloodborne, вторая, естественно, Silent Hill, который рано или поздно да выйдет. Значит, в чём фишка? В том, что купить PlayStation нетрудно. Трудно его прокормить дисками, которые сейчас стоят по 4 косаря. Ну, то есть, вот, ордер Bloodborne 4K. Причём ордер 4 тысячи стоит и за 4 часа проходится. Это... Час игры стоит тысячу рублей. То есть, цена уже как бы совсем скоро догонит услуги проституток просто в этих играх. Ладно, Bloodborne купить не впадло, потому что он, скорее всего, сложный и кажется бесконечным, как все игры этой компании. Намка или как там. Вот. Плюс к тому же, потребности, как бы, для летсплеев не ограничиваются покупкой только консолей и только игры. То есть, уже считаем, да, сколько там? 28 плойка стоит, 4 игра, 32. Ещё нужна либо приставка, либо карта видеозахвата, чтобы писать видео с этого устройства ада. Значит, плата видеозахвата для того, чтобы писать с помощью железокомпас, монитора, стоит 5 косарей. А если связываться с приставкой видеозахвата и делать всё это намного-намного сложнее, это уже 8-10 косарей. Плюс, если смотреть, делать по видео гайдам, чтобы всё... А что на краю этого мира? Интересно, а если я упаду? А, нет, там вода. Продумали гады. То есть, я смотрел гайд от чувака, который купил какие-то переходники, какое-то устройство. А, тройник HDMI какой-то, короче, приставка, ещё что-то. Это ещё тройник стоит, ещё там пару косарей, плюс HDMI-провода, которые не везде в комплекте идут. Тоже, собственно, ресурс недешёвый. Итого, чтобы начать писать видосы с PlayStation, нужно денег сколько? Нужно около, наверное, 35-40, условно говоря. Ну, можно и обойтись дешевле, конечно. То есть, у меня, в общем-то, была призрачная возможность купить плойку. Возможно, даже занять у кого-нибудь и купить игру. Но записывать я бы ни хрена не смог. Но я бы играл в своё удовольствие, что тоже неплохо. Лучше, чем смотреть летсплеи на ютубе, блин. Так, собственно, я дорогу просто немножко потерял уже. Вот она. В игре, к сожалению, нету бега. Может, придадимся юному натурализму и рассмотрим цветочки? Может, даже если здесь постоять, не знаю, пару часов, будет видно, как эти цветочки рассыпят семена, потом завянут, вырастут новые. Всё это можно будет наблюдать и думать об этом, я не знаю. Может, здесь в конце игры выйдет медведь и сожрёт главного героя к херам собачьим, тем самым подарив свободу игроку, тем игрокам, которые не захотят пытаться убежать от него со второй или третьей попытки. И дом. Это всё атмосферно и прекрасно здесь, да? Всё атмосферно, всё супер. Прямо вообще... Это что, почтовый ящик? Нет, это... Как фонарик включить? А что за Марио? А, это свечка, это какой-то алтарь, и там свеча в банке горит. Типа, офигеть. Атмосферно, супер. Прямо за душу взяло. Самый прикол, что у меня видео включается и выключается, ну, запись на F10, если здесь нажать в эту игру, появляются очертания камней каких-то в графическом редакторе, ну, такие серые, они видны грани. И стоит вопрос о том, как это показать, если они активируются на ту же кнопку, что у меня включается запись. Забавный эффект. Так, мы, видимо, в какой-то траншеи, траншеи, где шла война великанов. Калли, я не должен быть able to see the soul of a dark rider at the top of the hill. Чего они вообще мучились, какую-то дорогу рисовали? Я бы сделал симулятор индейских прерий. Бесконечное какое-нибудь поле, полупустынное поле травяное, и ты едешь на лошади. Под песню одинокого пастуха. А, нет, полет к Ондорову. Интересно, есть ли в этой игре паркур? Эта гора стоит как член там в конце пути. То есть, надо попасть на эту шишку. Ещё обещали смену погодных условий, но я вижу пока что либо солнце, либо дождик. Буду в припрыжку ходить, так хотя бы весело и быстро. Может, хоть серый волк выйдет. Если долго-долго-долго. Бегать-прыгать по дорожке. Очередная чья-то лачуга. Нет, такие крыши у гаражей только в России бывают. Из листов каких-то хруповича. Я причём... Ой, узнаёте этот камень? Симба! Это твой народ, или как там? Похоже очень на скалу из Короля Льва. А мне интересно, я хотя бы вдалеке эту гору увижу, куда надо прийти. Самый прикол, что в игре есть цель, надо дойти. Но нету карты, нету подсказок, нет ни хрена, но цель есть. Цель есть, и она достижима. Что вообще меня удручает. И бесит. Хм. А вот, видимо, мой главный конкурент в борьбе с этой целью. Черепаха. Может, можно поехать на ней? Да. Иногда я смотрю на черепах и даже непонятно, сука, разумны ли они или безумны. Ну, в смысле, домашние, которые у кого-нибудь за стеклом там сидят и таранят стекло это мордой с утра до вечера. Причем, разработчику игры даже лень был этих черепах положить на поверхность ровно. Они как-то, блядь, сука, на наклонном склоне они совершенно горизонтально, сука, лежат. И я, походу, опять потерял дорогу. Но искать ее уже не пойду. Вау, это маяк. Нет, вот до маяка я должен допереть. Может быть, он прояснит ситуацию каким-нибудь образом. Да. Уныло хоть анекдоты рассказывай. И какой-то красоты запредельной. Что это, трава куда-то пошла? Ага, она подгружается еще. Охренительно. Ай, до маяка-то, походу-то, и не доплыть. Не забудьте написать в комментариях, что вы думаете, блядь, об этой игре. Может, я один не понимаю этих прелестей. Но если какой-то разработчик это делал, значит, кому-то это нужно. О, вода. Вот вода классная. Вот если бы я сейчас в World of Battleship не играл, только удивился бы сейчас, что она так прям... Может, здесь подводные крокодилы какие-нибудь есть. Нет, но в игре есть плавание. Кстати, про World of Battleship. Вот, к сожалению, Wargaming... Я попал на бета-тест, что было не трудно. Wargaming запрещает выкладывать видео с бета-теста на YouTube. Он для этого предоставляет сам пресс-аккаунты каналам, у которых есть 10 тысяч подписчиков или больше. Либо разыграет их в конкурсах среди партнерских программ. То есть, 10 таких разрешений за пилом видео. Но надо выиграть в конкурсе. То есть, кто... Ну, как в том старом советском мультике, да? Кто похвалит меня больше всех, тот получит вкусную конфету. Вот и здесь. Тот получит право показать наш товар лицом на YouTube. Но, естественно, всякие некоторые люди, я уверен, может, и кинулись бороться за это торжественное право. Но я хрен забил, потому что пока что хвалить игру можно только за графику, как обычно, которая Wargaming, как всегда, удалась. Ну и что это за остров? То есть, остальные там есть все-таки вопросы. Кто рулит, кто нагибает. То есть, когда играешь первым левелом, все кораблики кажутся вообще бессмертными. Думаешь, ёпту и мать, что игра совсем, видимо, теперь для тупеньких. Ну, в танках кто сливался, те ушли там самолеты, да? Где не надо там в кустах сидеть или еще что-то. В самолетах все хорошо. Они медленные, они там простые. Нельзя никуда там, в общем-то, врезаться или что-то там базу просрать. Практически невозможно. Но и нашелся минус. Самолеты быстро дохнут. То есть, раки и там не могут играть. И вот кораблики теперь. Кораблики, сука, медленно плавают, стреляют из-за далекасного упреждения и почти, почти не дохнут. Но это ровно до того времени, как появляются торпедные катера. Как только появились торпедные катера, это все, это жопа. Они, сука, линкоры эти начинают просто рвать. Спамят торпедами, которые у них очень быстро разряжаются. И просто валят, просто валят. Авианосцы. Вещь сомнительная. Играть за авианосец. Самое скучное вообще занятие, которое я видел, блядь, в этой игре. Которое я видел в трех играх. Самолетах и танках. Вот авианосец, он как арта. Только, блядь, представьте, что арта стреляет раз в пять минут. Тупость, то есть, просто конкретная. Ну и... Чтоб в конце еще... Забыл, блин, мысль. Сука, потерял. А, вот. Исторически так сложилось, что торпедные катера, вот эти эсминцы или на худой конец крейсеры вытеснили линкоры из морских сражений. Потому что линкор стоит дорого строить. Вот, труд тяжело и долго. Ресурсов уходит много. И подрывается он все равно парой торпед, как любой другой корабль. То есть, линкор не актуален. В Америке, вот, как мы все знаем из фильма «Морской бой», на линкорах только присягу матросы принимают. И все. Никуда, ни в каких боевых действиях эти линкоры задействованы теоретически не будут. Это у нас, типа, этот, как у крейсера Аврора до сих пор значится, как корабль, стоящий на вооружении, там, чисто для символогии. По-моему, я слышал где-то такую фишку. Но так вот, учитывая то, что торпедные катера вытеснили линкоры из морских сражений, какой смысл качать линкор в этой игре, если можно качать торпедный катер и нагибать. Вот, этого я еще пока не понял. Еще пока только четвертый левел. Так что, пойду-ка я, пожалуй, в другую водяную игру плавать и осознавать, зачем там нужны линкоры, чем играть в этот, в это вот бессмысленное хренотень. Не знаю, для чего я это снял, не знаю, зачем вы это посмотрели. Но надеюсь, что на рекламке потыкать. В общем, все, всем спасибо. Все расходимся.